Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Stellaris в режиме Iron Man на уровне Гросс Адмирал за людей. Так, давай вспомним, что тут у нас происходит вообще. С журнала посмотрим. Что-то я обещал сделать своим людям. То ли построить город из костей. Так, это все следовать, исследовать, исследовать. А, вот же. Президент выигрывает выборы благодаря обещанию в своей политической программе построить горнодобывающие районы. Так, горнодобывающие районы. Здесь ничего не строится. Здесь три горнодобывающих района даже. Ну, значит, оно достроится, и все будет хорошо. Расчищенные квадраты. Ну, пока ладно. Пусть там копошится. Научный лидер. Изучение системы. И мы встретили еще первых инопланетянцев. Стой, 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 куда ты так прыгаешь резко? Что творится-то? Так, они вот здесь. И мне сказали, что нужно поджать их. Ну, я, в принципе, сам сказал, что нужно их как-то поджать. Вот. А мне потом рассказали, что не обязательно делать это вот здесь. Можно просто полететь вот сюда, полететь вот сюда, посмотреть, где их границы, и поджать их прямо у их границ, чтобы они за них не могли вылазить. Это будет мне стоить, конечно, влияние, которого пока не очень много, но, тем не менее, можно будет эти куски отхватить. Поэтому берем сразу научный корабль. Так, вот он стоит, ничего не научит тут. И летим вон туда, осмотреть. Так, и давайте свой флот стаскивать. В крайнем случае, тут тоже засушливый мир, 25 клеток, неплохой. Флот соединим вот здесь. Давай, давай. Так, и вот этот вот корабль, который из аномалии я достал, крейсер, у него мощность 400, он в 4 раз мощнее всего моего флота, я его тоже оставлю тут. Объединю все это дело. Так, дальше. Дальше нужно с вот этой стороны посмотреть. Сейчас посмотрим, флот можно туда отправить? А, нет, нельзя, только научник. Этот научник что-то делает. Ладно, пускай делает тогда. Ну, и потихонечку стартуем тогда. Посмотрим. Здесь тоже стоит посмотреть вот досюда, чтобы потом, если что, перекрыть вход в нашу систему. Так, этот все построил, да? Там все построено. А там у нас ничего нету. Ну, отправим его пока вон туда. Этого строителя, чтобы он мог там, в крайнем случае, вот эту систему начать захватывать, чтобы поджимать инопланетян, чтобы они не лезли. Так, вы летите? Летят. Ладно. Этот занят. Так, этот. Давай дальше. Станции научные. Там у нас идет стройка. Все нормально. Прилетел наш научный корабль. И сейчас он пойдет на мимо, чтобы просто границы посмотреть. Ты летишь ли? Летишь. Хорошо. Эти собрать в один флот надо. Как это сделать? Вопрос, да? На уровне Гросс Адмирал. Сейчас. Найдем. Нет. Да. Нет, не так. То есть, тогда я тормозну пока. Переместить за собой. Нет, это не то. А где окейт кнопка? Переместить все. Но. Нет. Вот здесь, наверное, да? Это надо сделать. Нет, не здесь. Так, ну подождите теперь. Теперь уж точно подождите. Раз с аномалиями надо разбираться. Это третья серия. Я в первой говорил, что играл пять лет назад в релизе. Поэтому не все еще. Помню кнопки, какие надо было нажимать. Сейчас разберусь. Объединю флот и отправлю его там границы стереть. Странный горный массив обнаружили. Эта планета является объектом нашего изучения. При картографировании поверхности мы обнаружили странный горный массив в южном полушарии. Не похоже, чтобы он имел естественное происхождение. 96 дней. Ну давай, 96 дней следуй. Так, а я хочу разобраться, как мне объединить-то все. Я был уверен, что перетащить достаточно, но нет. Вот кнопку разделить я вижу. Усилить. С помощью верфей нет. Переместить корабль. Ну, так и я так и делал. Недостаточно для новой флотилии. Понятно? Управление флотилиями. Но это же не оно. И тут нельзя перетащить. Да что ж такое-то? Как-то ж можно было. Где вы? Так, вот он ты, да? Нет. И вот он ты. Вот так, может. Ну, хотя странно. Должно быть как-то попроще это объединение. Не вот так вот, чтобы в систему заходить обязательно, гонять их туда-сюда. Какие вы маленькие, а? Напишите в комментариях, как это сделать-то. Почему я не смог их объединить просто так? А я их и так не смогу объединить, как я думал. Чтоб тебя. Я хотел просто еще поставить сюда лидера. А зачем мне двух покупать на две флотилии вот таких сомнительных, если я могу одного купить, но я не могу переместить. Ну, перемещай. Кораблю нельзя покидать флотилию. Так, ну отсюда давай всех. Нельзя добавить новые корабли в эту флотилию. У меня, может, не влазит по вот этой штуке. 20. Нет, 3, а здесь 4. Да влазит гигантский скелет. То, что мы ранее считали горными хребтами в южном полушарии планеты Проксима Центавра-1, оказалась колоссальным скелетом одного единственного существа неизвестного происхождения. Возраст костей оценивается в 3-4 миллиарда лет. Но наши ученые утверждают, что на планете Проксима Центавра-1 не могла зародиться. Такая форма жизни ведущий ученый проведет специальное исследование, чтобы попытаться разгадать эту загадку. Ну давай, разгадай загадку. Я вот тоже пытаюсь разгадать загадку, как объединить флотилию. Я не могу. Так, а где-ка флоты? Может, все-таки... Стой, что-то тикает. Там что-то тикает. Традиция. Традиция на расширение, да, я брал в прошлый раз. Снижение, так, базы. Система курьеров. Система маленьких урецких кораблей является надежной, альтернативной для перевозки битперсон и доставки сообщений. Это позволит сплотить наши колонии. Размер государства снижается от количества систем и колоний. Снижение базы снижается. Колонии начинаются с поселенцем. Это вот снижение вот этого размера государством, да? Я правильно понимаю, или не очень? 47, как было. Я думал, я смогу больше планет сделать. Нет. Не угадал. Ну ладно. Плот. Переместить. О, еще одну создал. Куда ты подперся? И он сделался в еще одну флотилию, да? А единственный сейчас нельзя будет переместить. Так. Маленький создался вот этот. А нет, вот этот. Лидеры. Да с лидерами понятно. Дожди, лидеры. Непонятно, как... Да, у единственного нет кнопки перемещения. В общем, прикол, понятно. Так. Так. Теперь у меня три вообще, да? Я теперь вообще... А, смотрите, нет, но этот объединился. Все, я, кажется, понял. Вот здесь, наверное, да, лимиты заданы? Ой-ой-ой. Нет, не заданы. Все равно не понял. Это шестой флот теперь у нас. Чуть флоты теперь все поперепутались. Да, это шестой. Так, пятый убираем. Четвертый убираем. Шестой такс. Блин, да бред какой-то, а. Если я расформирую, корабли не уничтожат. А, чтобы разобрать. Нет, уничтожат. Понятно. Ничига не перетаскивается. Ладно. Не знаю я, как это сделать. Просто отправлю туда корабли. Так, здесь смотрим. Ничего не нашли. Давай летим. Хотя сюда нет. Вот туда надо лететь. Летим туда. Смотрим, что есть там. Этих отправили. Тут все построено. Этот долетел. Так, ты занят? Ты не занят. Значит, лети вон. Ту систему. И так не можешь, да? А, потому что ты строитель. Понятно. Почему ты не можешь? А где наш третий? Ага, вот этот ничего не делает. Правильно? Нет, тоже что делать. Ладно. Делаем дальше тогда. Очень странно. С флотами фигня какая-то. Не могу объединить их. Должно быть это. Не может быть. Единственное подозрение, что может быть, из-за того, что я его выкопал, он непроектный. Я не могу в флотилии задать шаблон, в котором будет включен такой корабль и те корабли. И из-за этого я не могу соединить именно его. Может быть так. Есть. Этот улетел. Эти прилетели. Не видно здесь, да, никого. Ну, значит, в ту сторону надо ползти за ними, наверное. Копается тоже. Ну, может быть, стоит плюхнуть куда-нибудь вот здесь, на перекрестке, на этом. Чтобы уж наверняка закрыть подходы хотя бы даже к вот этим планетам. Пусть они не такие уж прям хорошие, но по 20 клеток есть. 25. 10. 16. Чтобы вот так хотя бы кусочек свой подойти. Хотя из этого края тоже надо покопаться, посмотреть. Долго ты будешь еще? Закончили. Мы тщательно изучили гигантские останки на планете Проксима Центавра и сумели понять, как это существо оказалось здесь. Очень слабое изучение указывает, излучение указывает на то, что некий портал между измерениями недолгое время был открыт в районе задней части существа. Ведущий ученый предполагает, что это существо явилось из другого измерения и погибло во враждебной атмосфере планеты. Откуда оно взялось и что привело его сюда? Да, это мы, вероятно, никогда не узнаем. Хорошо, закончили, да? Закончили. Команде корабля удалось аккуратно раскопать часть жуткого города из костей, давно погребенного в песках на планете Еват-2. Судя по всему, город был построен каким-то примитивным обществом миллионы лет назад, на участке континента, покрытым пустыней. Отсутствие прочих строительных материалов в условиях безводной пустыни, вероятно, вынудило это давно исчезнувшее общество использовать для строительства кости. Хотя так и неизвестно, какого именно существа. Понятно. Судя по всему, город был построен... Так, это я прочитал уже. Да? Это какой-то ресурс? А, это эти. Сейчас посмотрим. Закончили, да они? Нет, не закончили. Глава 2. Ну, давай. Нет, копается он или не копается? Так, ладно, давайте вот этого отправим полетать. А вот это пускай копается дальше. Ага, за пределами государства нельзя. Тогда не так сделаю. Тогда ты копайся тут, а ты лети вон туда. Ну, мы далеко в ту сторону уже уперлись, ничего там не нашли, так что я думаю, вот в ту сторону надо прошвырнуться. А нет у меня автоизучения какого-нибудь? Малые артефакты. Мы обнаружили несколько малых артефактов. Ну, давайте посмотрим. Традиции реликвии. Реликвия. Славить разнообразие. Получен линис. Так, все, не жужжи. Продать коллекционерам за 500 кредитов. Ну, кредитов дофига пока, да? Давайте славить будем тогда. Будем славить. Ты давай. Не знаю, в ту сторону хочу пролезть, посмотреть, может быть, они оттуда откуда-то прилетели. А то сейчас увлекусь вот здесь лазить, а у них вот тут раз и нарисуется уже база. Я, конечно, уже тут готов, если что, базу развернуть. Но, может быть. Так, класс B, класс M, класс B. Класс B мне объяснили не очень. E тоже не очень. G. Вот G хороший класс, да? У нас же G. Да, G. H. В комментариях мне мой друг писал и потом еще рассказывал про зоны обитания. Хотя, вот смотрите, G, а планеты-то такие себе засушливые пустыни. Но, тем не менее, вот тут должно быть что-то хорошее. тогда мы полетим, давайте, вот этим чуваком вот в эту сторону. Вниз тоже, конечно, надо. Но инопланетяне-то с этой стороны. Так что будем копошиться сверху. Неизвестно, неизвестно. Ну, давай сюда, может. Вообще, можно четвертый просто построить. Да не морочиться. Так, давайте четвертый построим, где наша верфь. И погоним вниз. Нет, нет. Нет, нет, не ты. Верфь. Еще один сделаем. Научный корабль, чтобы вниз тоже начать осматривать все это дело. Ой, пропало. Скорость исследования плюс 20. Научные станции производства плюс 10. Термоядерный реактор для кораблей. В этих термоядерный реактор. Нашли мы холодную планету. нам нужно несколько типов там. Вот мы еще один тип обнаружили. Но пока не обойдемся без него. М. Давай. А, он вот здесь нашел, да? Ну вот G. Хороший класс должен быть. F, по-моему, тоже. F, G и H. По-моему, вот три нормальных. Не хочу сейчас сворачивать игру, смотреть в комментариях, потому что игра 16-го года ОБС-кой не захватывается по-человечески. Она пишет только весь экран, поэтому если я сейчас начну сворачивать, у меня запишется сворачивание, мне придется потом вырезать это, монтировать все. Не хочу я это делать. Так, G-класс. Сейсмические возмущения. Нам сообщают о многочисленных необъяснимых сейсмических возмущениях на планете Геннок-1. У нас не там ли колония? Да, действительно там. Землетрясения ощущаются повсюду. Многим поселениям нанесен существенный ущерб. Последуя их причину, ученые обнаружили целую сеть пещер. Самых глубоких из них обитают подземные жители, и сейчас они роют тоннели, чтобы выбраться на поверхность. Возможно, такое поведение было спровоцировано работами в наших поселениях. Трудно предсказать, как поведут себя местные, когда выберутся из своих нор. Ничего себе. А стройку там они нашу не накрыли случайно? Так, подождите, срочный контакт. Мы должны каким-то образом наладить контакт. Мне нужен здесь это, либо упруждающий удар, смотрите. Аборигены, прорывшие себе путь на поверхность, представляют угрозу. Мы должны покончить с ними. Ну, нет, не будем. Давайте вот контакт. Сколько у нас до нового корабля? А не сколько он готов уже. Ну, полетели тогда туда. И сейчас попробуем контакт установить. Не знаю, мне нужен для этого корабль-то там вообще или нет. Сейчас пригоню на всякий случай. Чтобы наверняка уже... Новый уровень лидера. Отлично. А, так и я еще хотел проверить, выполнилось ли мое предвыборное обещание. Я же там строил. Два построено, да? Хорошо. Не хватает тут денег. Не хватает здесь еды. Давайте сельхоз район поставим, чтобы еда пошла в плюс. Странно, что производство... А, потому что для производства нам нужно здание от пятерки. Я так понимаю. Такс. Журнал. Не менее двух. Ну, вроде два там есть. Лады. Будем исследовать и... О, смотрите, они полетели в нашу сторону. Так, ты тут летишь? Нет? А что ты не летишь? А можно сразу вот всех посмотреть? Да, можно. Шифт надо нажать просто. Давай-ка, вот так вот. Ученый получает черту. Молодец. Так, этот полетел. Ну что, исследование началось? Нет? А, ну оно пошло уже и так, и без корабля, походу. Или именно с кораблем оно пошло? Не могу понять. Давайте еще раз заглянем, да посмотрим. Ну ладно, процесс идет, да? Так, а вон, смотрите, по нашим системкам начал шарить. А, лидера не взял я, е-мое. Выносливый темп исследования. Давайте вот вот этого сажаем. И полетели. Сейчас посмотрим, когда он улетит, не прекратится ли исследование. нет, не прекратится. Ладно, хорошо. Двойная звезда. Так, а мы летим вон туда. Нашли планетку какую-то, опустошенный мир. Ну вот, хочется уже планету поставить. Простаивает наш строитель. Вот тут, я надеюсь, что это будет хорошее. Безжизненный мир. Расплавленный мир. Да, ничего хорошего. К сожалению. Летит дальше тогда. Здесь что у нас? Расплавленный. Безжизненный. Замерзший. Безжизненный. Чё-то как-то тут всё у нас грустно. Хотя вроде G. Ага. Давайте посмотрим. Город из костей. В результате целенаправленных раскопок так и не удалось найти ни целый скелет существа, из костей которого был построен, обрешавший со временем город, ни других подобных откаменелостей за пределами города. Откуда погибшая цивилизация на планете взяла кости для строительства своего жуткого города, так и осталось неясным. Наши исследователи выдвинули гипотезу о том, что кости, возможно, были взяты у представителей симбиотической расы или расы в роли домашнего скота, которых содержали только в непосредственной близости от города, чтобы лучше разобраться в этом вопросе, требуется дальнейшее изучение. Ну, копай. Копай дальше. Чего бы не копать бы? Так, а этот, видите, шарится, шарится. Здесь все идет хорошо. Класс F. Вообще планет нет. А нет, есть газовый гигант. Газовый гигант. И что-то все раздолбанное тоже. Все, не осталось ничего. Так, давай туда. Сюда. Сюда. И вот там у нас будет выход уже, да, из наших краев. Посмотрим. Да, пойдем. Не видать, откуда прилетели эти мужики. Они тут шарятся у нас. И поэтому непонятно, как же перекрывать их. Наверное, вот надо брать вот засушливый мир на 25 клеток, да и все. Других пока вариантов вот континентальный. Но 14 тоже мало. Тут вообще 10. То есть хороших-то планет не видать. Поэтому, я думаю, надо хватать, что есть. Пока не слишком поздно. Класс А, понятно. Так, ты летишь куда-нибудь? Да, летишь. Молодец. Так, а тут у нас что за планеты? Газовый гигант. Замерзший мир. Газовый гигант. Расплавленный. Токсичный. Токсичный, да. Не густо, но здесь как бы и не было надежды на хороший. Так, а F-ку? А, F-ку я уже смотрел. Да, все, все, разнесли тут. Одни осколки прошлого. Класс B. И тут я не заглянул в уголок. B тоже. Сириус. Так, что-то вообще ни на что не успел посмотреть. Я, походу, рано его сдернул. Он планеты не рассмотрел. Так, ну что там? Колония-то наша минус один. Ну, давай еще тогда сельхоз один строй. Вообще, она вроде на автоматической стоит у нас. Да, автоматизация включена. И лидер есть. А что же он не строит-то? Ресурсов полно. Странный. Какой-то. Строй, строй себе. Чего тебе не строить-то? Жилья хватает? Хватает. О, смотрите. Первый контакт с государством Хисмо-архивистс. Да-да, мы все это уже слышали. Мы Хисмо-архивист, а вы, стало быть, объединенные нацией земли. Привет, приятно познакомиться. Держитесь от нас подальше, а не то вас постигнет ужасная кара и все такое. А теперь, извините, у нас вообще-то дела. Хранители знаний. Эта угасшая империя посвятила себя накоплению знаний и технологий. Они могут давать задания младшим государствам или же обложить их данью для достижения этой цели. Смотрите-ка. И и вне закона у них. Рабочие роботы вне закона. Так. Мы стремимся к подлинному равенству. А вы не стоите у нас на пути. Ну ладно, не очень. Вариант. Мы счастливо познакомимся с вами. Мы могли бы многому научиться друг у друга. Как тебе такой вариант? Известие о том, что мы впервые столкнулись с разумной инопланетной жизнью, распространяется по планете Земли, подобно лесному пожару. Все хотят побольше узнать об этих существах. В прессе полно рассказов и домыслов об их культуре и общественном устройстве. Земля ликует и празднует. Ведь мы наконец-то убедились, что они одиноки во Вселенной. Государства, основанные этими инопланетами, очень древние. Они значительно выше нас по уровню технологического развития. Без сомнений, они многому смогут нас научить или поработить. Почему это сработала штука? Ага, вот, потому что я нашел их грибницу. Все. Теперь мне понятно. Первый контакт. Вы впервые установили контакт с государством инопланетным. Мы должны узнать, как можно больше. загляните. Так, мне говорили про послов. Но это же не тот корабль тут летает. Это же еще какие-то. Это не они. Потому что если бы это были они, они бы назывались так же, да? Ладно. Так, ну надо подрезать. Подрезать надо. Как-то. Как-то надо. ты куда летишь? Туда летишь? Лети. Но тут же не особо ничего нету, да? По их территории наверное они не разрешат. Давай вот сюда тогда лети. Досмотрим, что там происходит. Что тут есть? Безжизненный, безжизненный, расплавленный, токсичный. Ну все плохо тут. И что тут нет? Возможно с технологиями. Я помню там какие-то технологии позволяют потом всякие вот фиговые мерки брать. Но пока точно нет. Так, уровень разведки низкий, а планетки какие-то есть. Давайте вот сейчас посмотрим тут. М точно фиг, М точно фиг. Вот тут посмотрим, может быть здесь что-нибудь и развернем от них. Хотя вот этот еще хвост можно полазить, посмотреть. Так, ВКонтакте сказали, мне нужно отправить дипломатов, там как-то можно, они закрыты для нас на границе. Да, точно мы туда не пролезем. Презрение. Шесть колоний у них. Связи, давайте как? Никак. Торговое соглашение. Не хочешь ли торговать с нами? Ну, я думаю, что не захочет он. Давай торговать. А, это такая торговля, рез и на рез и, да? Ну, такая-то мне не очень нужна. Я думал, это такая чисто гипотетическая торговля, мы типа торговое соглашение заключаем, и там деньги в плюс идут. Нет, тут надо что-то на что-то, это не то, что я хочу. А как мне отправить теперь послан? Народный избранник грибной. Непонятно пока что. Ладно. Не хочу сейчас зависать в менюшку, хотя с этим тоже надо разобраться. Проблема в том еще, что на Iron Man я не могу сейв сделать, покопошиться, покопошиться тут, потом продолжить. Ну да ладно, сейчас вот это вот изучим системку F, может быть вот тут я и поставлю от них. Ты куда-то летаешь еще там? Нет? Нет, он уже никуда не летает. как там контакт с этими с нашими еще 7 месяцев. Ладно. Ну-ка, что там? Класс К ловить ловить нефига значит. Так, ну вот, смотрите, G-класс еще раз. Что это за звук был? О, завершены археологические полностью. Отлично. Так, наши ученые наконец-то раскрыли тайну происхождения костей, используемых для создания мрачного города. Недавние находки доказали, что кости принадлежали, принадлежат давно вымершему виду рептилий, так, являвшихся аборигенами этой планеты. У них развилось редкое генетическое заболевание, вызвавшее бурный рост органов и окостенение мягких тканей. Погибший цивилизаций на планете похоже заметил распространение этого заболевания и воспользовался им выборочно, разводя пораженных рептилий, чтобы в этих песчаных выжизненных пустошах, которые они считали своим домом, у них был стабильный запас стройматериала. Решение применить стимулятор роста тканей. О, смотрите, неплохо. Так, но я же все докопал, да? теперь у нас есть свободный научный корабль, который можно отправить в тот хвостик, хотя они расползутся, вот так, если, да? Вот здесь им надо закрыть, и вот здесь им надо закрыть, чтобы они не вылазили. Вряд ли они будут довольны, как красный гигант м, неизвестно, неизвестно. Так, этот может вот так пройти, значит, этот пойдет в другую сторону, вот туда. давай вот так вот и сделаем все это делаем. А тот вот с той стороны проползет, а этот тогда отправим. Так, почему здесь еще есть, что раскопать? ты что делаешь? Ничего не делаешь, летишь пока три месяца. Странно, что с вот этим, а, ну, мы обнаружили чужие космические корабли в звездной системе. Эти загадочные объекты были помечены, как Ракшасас. Мы должны действовать осторожно. Еще кого-то нашли, да? Внизу нашли. Понятно. Так, вот там еще кого-то нашли. Значит, тут тоже надо как-то закрывать, да? G-класс, G-класс. Здесь с раскопками забьем. Давай, вот, изучи-ка систему G-класса. Там должны быть нормальные планеты, теоретически. И вот G-класс, да? Да. Г-класс. пока ничего ужасного не происходит по отношению к пришельцам. Так, один из наших зондов под землей натолкнулся на баригенов, копающих тоннели. зонд сумел остановить контакт с их лидером. Так, давайте посмотрим. Нет видеосвязи. Эта штука работает, вы нас слышите на поверхности. Мы знаем, что вы явились из великого ничто, простирающегося наверху за камнями. Мы считали, что там не может быть жизненно, видимо, ошибались. Каковы ваши намерения? Мы хотим жить в мире. Учините сильного сничтожим. Добавлен модификатор подземная цивилизация. Так, социологические исследования плюс 10, подземная зона контакта, энергетические районы максимум плюс 2. Смотрите, больше клеток. Да, давайте в мире. Мы согласны, обитатель поверхности. Давайте существовать на планете в мире и согласны. Мы хотим торговать с вами. Думаю, нам есть, что предложить друг другу. Мы вернемся в свою город. Да, возвращаются города. Так, давайте посмотрим. Теперь у меня районов добавилось, да? Сельское хозяйство идет. Здесь сейчас изучим. И здесь здесь еще надо. А, здесь уже не надо. Здесь я уже и так вижу, что нифига нету. Газовый гигант, безжизненный мир, замерзший мир, тоже расплавленный, тоже нифига тут нету. Пока что подходящий для меня. Отсюда потом сюда посмотрим. вот так вот все осмотрим это дело. ага, вот эти прилетели, которые, которых мы встретили там, вот они вот туда летят, раз они летят туда, то значит где-то вот здесь наверное они здесь-то переходов нету, вот отсюда, вот сюда, значит они приперлись вот отсюда. Так, ну и вот эти вот, которые тут подвисли, здесь не они, значит они откуда-то сверху приперлись тоже. Так что надо хватать все, что плохо лежит поблизости, потому что с этими перекрываниями я не знаю, так, обнаружились окаменелости свидетельствующие о наличии в прошлом живых организмов. Ну, это очередной квест из массового вымирания, очередной мир, мы им можем заняться позже. Эти скорости накинем немножко. Быстрее облететь, посмотреть черные дыры. дыры. Так, G, G, смотрите, сколько G классов. Ну-ка, а есть что хорошее? Неизвестно, надо изучать. Вот этот мне нравится аппендикс. Так, что у нас тут есть еще? Снижение космической базы. Давайте возьмем снижение космической базы, снизим. Так, тут что нашли? Такс, такс, такс. Какой-то Альянс передает нам сообщение. Похоже, они справились с переводом. Антиполотические каналы открыты, и все враждебные действия между нами временно прекращены. А что у нас были с кем-то враждебные действия? Вот, смотрите. Второй. Я представляю государство Тваксыхдар. Альянс, Альянс Тваксыхдара. Нашим избранным лидером является вещатель клана. Он уповает на мирное существование с вашей расой. Но помните, что мы всегда готовы защищать свой образ жизни. Давайте мы бы многому могли научиться. Так, а где мы их нашли? А, вот они. Тарксендары эти. А я в их землю, да, влетел? Как я так пролетел? Вроде тут... Я же только что тут шарился, их тут не было. А, вот тут не было, и вот тут не было, да? Ну ладно, давайте уматывать отсюда. Не будем их бесить. Так, вот они вот здесь могут пролезть, и вот здесь. А, вот G-класс, да, с низким уровнем разведки. Давайте возвращаться вон туда, давай, изучи систему. К-класс. Сейчас какие-нибудь G-классы будем под это самое. А еще уже там, я помню, переходят, когда культурное влияние какое-то. То может и вот этот стоит взять. Тоже есть планеты. Хотя нам вот так вот сюда летать не очень удобно. Вот снизу надо. Надо снизу. Безжизненный, 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 расплавленный, безжизненный, замерзший. Газовый гигант. Вообще все плохо тут. Давай вон туда тогда. 60 дней на опустошенную... Ах ты, зараза. Ну давай. 60 дней, ладно. Пустыня 14. И вот тут в принципе нормально. Смотрите, отсюда никто подлезть не может. Если тут закрыть... Вот так вот. Распространиться. То можно будет перекрывать подходы. Сейчас главное вот здесь что-нибудь найти. Не вот здесь, а вот здесь. Либо тут, либо тут. Чтобы отгородиться от вот этих. Отгородиться от вот этих. И где-то там, я еще думаю, сверху кто-то есть тоже. И от них тоже отгородиться. В общем... Так, давайте стартанем. Чтобы я время сбыл. По привычке все время жму паузу. Хотя вроде... Не так быстро. Игра несется, чтобы это делать. Но... Привычка есть привычка. Так, вытянуло нас. Наш корабль вытянуло. И куда он делся? Пропало в бою. А, ну... Он заблудился на самом деле. Он не в бою уже пропал. Мы же не борьем с ними. Так. Здоровье корвета плюс 100%. Отлично. А, ну это не проценты? Ну ладно. Базовый штурмовик ангарный. Реактивная тяга. Давай-ка вот штурмовик. Это же эти авианосцы. Так, тут чего у нас? Уровень лидера. Хорошо. Мы слишком долго позволяли вам свободно... Так, закрыл границы. И поэтому наш исчез чувак. Понятно. Вот он пропал. Я его не успел увезти просто. Так. Нам нужно что сделать? Вот эту изучить систему. G-класса. И вот эту, да? Систему G-класса. Тут тоже непонятно, что за планеты. Чтобы в какой-нибудь из них можно было отстроиться. Тут мы все изучили уже. Замерзший, газовый, расплавленный. Без жизни. Да, тут все плохо. Можно лететь сюда. Смотреть. Смотрите, здесь им ближе до нас. Так что нужно скорее вот тут перекрыть. Пока тоже непонятно. Так. И вот этот все время зависает тут у нас еще товарищ, который нам не товарищ. Ну, я думаю, что от этих надо отгораживаться вот здесь, наверное. Поэтому надо вернуться и посмотреть, кто там есть. Пока не поздно. Потому что пока я буду тут летать, они могут расползтись. Поэтому вот здесь отгородимся от них, перекроем сюда, к нам вход. Они, конечно, там поползут, но это фиг с ним. Мы хотя бы к себе тут их не пустим. Вот эти планетки свои прикроем. Они не дофига ценные, но тем не менее. Так. Здесь где-то нужно... Можно вот тут тоже, на самом деле, просто закрыться от них. Чтобы никто не лазил. Давай вон туда проверим. И мы и низ закроем вот этот вот проход им туда. И к нам закроем проход. Хотя вот тут тоже может что-то быть интересное. Так. И сверху еще нужно от них отгородиться. Это проход вот здесь только, да? А тут класс Б. Скорее всего, нифига там нет. Ух ты! Что-то тут вообще какая-то жизнь, да? Газовый гигант, газовый гигант, жизненный мир. Да, тут особо... Тогда вот тут, например. А вот тут мы сами еще не знаем, что происходит. В общем, по вот этой ветке тоже нужно где-то поставить базу. С этой стороны закроемся, с этой закроемся, с этой закроемся. И все, нас уже, в принципе, только войной будут. Ну, этим всем займемся в следующей серии. Пишите комментарии по поводу флота. Мне очень интересно, как объединить в один вот эти мои. Или действительно я не могу их объединить из того, что разные классы. Советы по поводу того, как перекрыться от всего этого. Свой план я показал. Раз. Два, например. Три. Либо вот тут, может быть, тройная звезда. Вот так вот я хочу отгородиться. Даже, может быть, лучше здесь, потому что здесь и снизу, и сверху будет проход закрыт. А вот, если есть идея получше, пиши в комментариях. Прочитаю и, в принципе, могу даже и воспользоваться. Потому что, как ты видишь, плохо я помню эту игру. Так что, готов прислушиваться к советам, чтобы не слить ее раньше времени. Пиши комментарии, ставь лайки, подписывайся на канал, нажимай колокольчик. Спасибо за просмотр. И пока.